Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Сегодня я вам покажу, как сделать очень быстро коричневые смоки, которые вы можете повторить и в домашних условиях, и отличный вариант для ваших клиентов. У меня модель только затонирована, ни пудры, больше ничего нет. Затонирована новым тональным кремом Elan. И сейчас мы сразу начнем с вами с макияжа глаз. Берем базу под тени Вайкон и берем кисточку Elan F03. Самое главное, что нужно знать об этой базе, что ее нужно положить совсем чуть-чуть. Она вам сразу и тонирует, и будет хорошо держать ваши тени. Но если вы ее положите много, то ваши тени просто скатаются. Далее берем матовые тени от NYX и мою самую любимую кисточку F06 от Elan Face. Помним, что наши тени мы не можем дальше вывести, чем зона видимости глаза. Это вот эта кость. Здесь моя тень уже должна уйти на нет. Самая темная тень возле ресниц. И растушевываем. Когда вы выбираете тени для смоки такого формата, очень важно, чтобы при растушевке тень идеально уходила в цвет кожи и была очень схожа с вашим скуловым корректором. То есть вы видите, я все делаю одной кистью. И наношу, и растушевываем. И также зона под глазом. Мы захватываем всю зону объема. Вот у меня объем, где заканчивается мой шарик. И мы полностью перекрываем эту зону. Дальше мы берем карандаш KIKO. И кисточку номер F11. Я ее очень люблю. Она очень маленькая. И будет позволять нам хорошо растушевать. И сразу прорисовываем каял, слизистую. И чуть-чуть между ресничками. И верхний ресничный край мы также прорисовываем черным карандашом. Видите, я пальчиком прям оттягиваю, не боюсь. И хорошо-хорошо прорисовываю черным цветом. Наша задача, чтобы возле ресниц у нас был самый темный цвет и уходил на нет. И этой же кистью я аккуратно подтушевываю. Дальше берем палитру Huda Beauty. Я ее очень люблю. По ней будет сразу видно, что я ее люблю. Этот светлый цвет. И наносим его под бровь. Кисточка номер два. Мне не нужно очень сильно светлый оттенок под бровью. Просто мы выравниваем, чтобы наша тень вошла в кожу. И внутренний угол. Далее берем цвет, который у меня войдет в кожу. Из этой же палитры возьмем и наносим его на неподвижное веко. Этой же кистью мы берем темно-коричневый цвет, теплый, из палитры Наташи Денона. И наносим полностью на подвижное веко. Наношу и сразу растушевываю. Втушевываю в нашу предыдущую тень. И наношу прямо на черную стрелку. Закрепляем нижнее веко. И нам осталось растаять только акценты. Мы берем хайлайтер Сифора. Наносим его под бровь и внутренний угол глаза. И такие тени Кая очень прикольные. В них очень много блеска. Берем более холодный коричневый. Он с золотыми блестками. И наносим прям пальчиком на внутреннюю часть. И следующий цвет наносим дальше. Только на подвижное веко. Красим ресницы. Нижний и верхний. Можно чуть-чуть придерживать пальчиком. Тогда клиенту не так будет страшно. Сейчас мы накрасим второй глаз. Оформим брови. И вы увидите уже картинку целым. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте палец вверх. Мне всегда очень приятно. И обязательно пишите комментарии. Всем пока!